Ассамблея заслушает обращение его превосходительства Сержа Сарксяна, президента Республики Армения. Я прошу сотрудников протокола сопроводить его превосходительство. От имени Генеральной Ассамблеи имею честь приветствовать в Организации Объединенных Наций его превосходительство Сержа Сарксяна, президента Республики Армения. Я приглашаю его обратиться к Ассамблее. Уважаемый председатель Генеральной Ассамблеи, уважаемые дамы и господа, я поздравляю господина Мирослава Лайчика с избранием на пост председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и желаю ему успехов. Я пользуюсь предоставленной возможностью для того, чтобы вновь поздравить господина Антонио Гутерриша с избранием на пост Генерального секретаря ООН. Уважаемый господин Генеральный секретарь, мы желаем вам всяческих успехов в осуществлении вашей важной миссии. Те приоритеты, о которых вы заявили, пользуются поддержкой Армении. В 2017 году мы отмечаем 25-ю годовщину присоединения Армении к Организации Объединенных Наций. 2 марта 1992 года армянский триколор был поднят на флагшток в центральных учреждениях ООН. Это логическое развитие использования нашим народом своего основного права на самоопределение. За истекшие годы Армения стала полноправным ответственным членом международного сообщества. Мы сталкивались с многочисленными вызовами и давали на них ответственный ответ. Самый очевидный вызов для нас – это Нагорно-Карабахский конфликт. Я в пятый раз выступаю с этой высокой трибуны, и вновь я вынужден обращаться к Нагорно-Карабахскому конфликту. Я бы предпочел говорить сегодня о мире, прогрессии и сотрудничестве, но, к сожалению, пока что мы далеки от этого этапа. Поэтому я обязан пояснить, почему мы еще столь далеко от столь желаемого этапа. Новый этап борьбы народа за самоопределение начался около 30 лет назад. Армяне из Арцаха обратились с мирными призывами о том, чтобы использовать свое неотчуждаемое право на самоопределение. Но Азербайджан, как и всегда, использовал силу. Политика официального Баку кульминировала в массовых убийствах, этнической защитке, зачистке и изгнании населения. Сегодня в районах армян не осталось, а правительство Азербайджана продолжает свою систематическую политику уничтожения обширного культурного духовного наследия армян на подконтрольной ему территории. Совершенно очевидно, что в таких обстоятельствах не оставалось иного выбора для народа Арцаха, кроме как прибегнуть к самообороне. Война 1992-1994 годов, ее последствия и те переговоры, которые последовали за этим, не обеспечили никаких выводов и уроков для Азербайджана. В прошлом году Азербайджан развязал войну, которая доказывает тот факт, что Азербайджан стремится к достижению своей цели, а именно уничтожению народа Арцаха. В ходе военных действий вооруженные силы Азербайджана совершили целый ряд военных преступлений в отношении мирного населения, а также военных заключенных. Я считаю целесообразным упомянуть о том, что военные, которые совершали такие зверские преступления, получили высокие государственные награды, а президент Азербайджана лично наградил одного из таких военных перед телекамерами. Уважаемый господин председатель, на протяжении многих лет риторика ненависти в отношении армян стала неотъемлемой частью азербайджанской политики. Это то, о чем говорится в учебниках, это элемент отравляющего души молодых людей воспитания. На протяжении многих лет целый ряд межправительственных и других специализированных организаций, которые занимаются расизмом и ксенофобией, звонят в тревожный колокол, оповещая об этом. Все это подводит нас к выводу о том, что использование права народа Арцах на самоопределение жизненно важно. И по этому вопросу я выражаю мнение Армении и Арцаха, а также общее мнение всех армян, которые живут по всему миру. Я привез это позлание из Еревана, где проходит конференция армянской диаспоры. Все должны понимать, что для демократически развитого Арцаха Азербайджан символизирует собой средневековую отсталость. Азербайджан не имеет никаких моральных или правовых основ для того, чтобы выдвигать какие-либо претензии на Арцах. Арцах никогда не являлся частью независимого Азербайджана. И Арцах не присоединить к такому государственному устройству, поскольку Арцах – это самостоятельное, демократическое, развитое общество сегодня. Наш общий лозунг «не оставить никого позади» должен стать ориентиром в этой работе для всей семьи ООН. Именно по этой причине я полагаю, что народ Арцаха никогда не должен подвергнуться изоляции в процессе достижения целей в области устойчивого развития. Я решительно уверен в том, что неурегулированный Нагорно-Карабахский конфликт не должен влиять на народ Арцаха, не должен подрывать его право на самоопределение. Ведь речь идет о неотчуждаемых правах каждого человека, речь идет о праве на жизнь, о праве организации общественной жизни, о праве формирования собственно избранного правительства, о праве на беспрепятственное общение с внешним миром и о многих других правах. Армения на систематической основе вносит вклад и намерена продолжать вносить свой вклад в улучшение условий жизни народа Арцаха, в его устойчивое и демократическое развитие. Никто не имеет права создавать препятствия для реализации инициатив и проектов, направленных на эти цели. Правовой статус Арцаха или, для того чтобы быть более точным, отсутствие международного правового признания не является препятствием для мужчин и женщин, которые проживают там, в том, что касается использования их прав. Мы уверены в том, что альтернативы мирному регулированию Нагорно-Карабахского конфликта не существует. И сейчас, с этой высокой трибуны, я вновь подтверждаю нашу уверенность и приверженность этому. Но при этом все должны понимать, что вопрос о Нагорном Карабахе – это вопрос о правах человека. И решать его можно только в перспективе одного из основных неотчуждаемых прав человека – права народа на самоопределение. В конечном итоге, какой бы ни был выработан вариант решения конфликта, Республика Арцаха не должна получить тот статус, который может быть меньше или более ограниченным, чем тот статус, которым пользуется сегодня. Азербайджан не должен ограничивать права народа Арцах самостоятельно определять свое будущее путем свободного волеизъявления. Все имеющиеся внутренние международные механизмы должны обеспечивать и гарантировать безопасность армянского населения Арцаха. Все остальные вопросы являются побочными, второстепенными. Они так или иначе найдут свое логическое решение параллельно с общим процессом урегулирования. Уважаемый господин председатель, когда я выступал с этой высокой трибуны в прошлый раз и говорил о перспективах международного признания армянского геноцида, я счел своим долгом выразить нашу признательность поименно всем тем нациям, которые признали то ужасающее преступление, которое было совершено в отношении моего народа во времена Таманской империи. Я обязан выразить признательность с этой высокой трибуны всем тем государствам, которые признали или подтвердили свое признание армянского геноцида. Я благодарю их всех, вне зависимости от того, какие формулировки они избрали. Я благодарю многочисленные страны и физических лиц, государственные органы, региональные организации, которые называют вещи своими именами. Безусловно, это важно, поскольку отрицание прокладывает дорогу к совершению новых преступлений геноцида. И в этом контексте мы напоминаем о том, что в следующем году семья Организации Объединенных Наций будет праздновать 17-ю годовщину Конвенции о предотвращении наказаний за преступления геноцида. Армения готовится предложить новую инициативу по случаю этой 70-й годовщины. Мы приглашаем всех присоединиться к нашей инициативе и отстаивать ее. Тем не менее, мы никогда не говорили о том, что признание армянского геноцида является предварительным условием для нормализации двусторонних отношений между Арменией и Турцией. Более того, по инициативе Армении был запущен процесс, который привел к подписанию Цюрихского протокола в октябре 2009 года. Но вплоть до сегодняшнего дня документы не ратифицированы, и они застряли где-то в коридорах официальной Анкары. Правительство Турции выдвинуло возмутительные предварительные условия для ратификации, которые противоречат духу и букве этих протоколов. Я выражаю четкую позицию армянского народа. Она была сформулирована три года назад, и я тогда выступал и говорила об этом с этой высокой трибуны. Но сейчас настало время для дополнительных разъяснений. Руководство Турции ошибается, если полагает, что может взять эти документы в заложники навсегда и ратифицировать их только тогда, когда настанет благоприятный с их точки зрения момент. Протоколы были предметом переговоров в конкретных обстоятельствах для того, чтобы выработать решение конкретным существующим вопросом. Армения объявит эти два протокола недействительными, поскольку они не приносят никакого прогресса и нет никаких подвижек на пути к их реализации. Весна 2018 года начнется без этих протоколов, поскольку они являются нерезультативными и бессмысленными. Тем не менее, Армения считает, что любые два соседних государства нуждаются в том, чтобы формировать нормальные отношения для того, чтобы решать все возможные разногласия друг с другом и изыскивать решения в случае таких разногласий. Это наша кредо, которым мы руководствуемся в работе с различными процессами интеграции. На сегодняшний день Армения является активным членом Евразийского экономического союза. В своей работе мы не жалеем сил для того, чтобы вносить вклад в беспрепятственное перемещение товаров и услуг в этой крупной экономической зоне. Тем самым мы вносим свой вклад в развитие благополучия для всех. Мы уже добились конкретных результатов в этой сфере, и поэтому мы испытываем оптимизм в отношении будущего. В предстоящем ноябре мы планируем подписать соглашение о партнерстве с Европейским Союзом. По нашему мнению, оно поможет придать новый стимул институциональным реформам, которые сегодня реализуются в Армении. Уважаемые дамы и господа, нынешняя нестабильность на Ближнем Востоке, к сожалению, по-прежнему представляет собой серьезную угрозу. С глубокой болью мы наблюдаем за кризисом в Сирии и за гуманитарной ситуацией в этой стране, в результате чего страдает мирное население, в том числе и армянское сообщество в этой стране. В рамках своих средств мы пытаемся сокращать страдания сирийского народа, предоставляя ему гуманитарную помощь. Кроме того, свидетельствуем о нашей готовности участвовать в возможных обсуждениях усилий по миротворчеству в Сирии под эгидой ООН при наличии соответствующего мандата. Уважаемый господин председатель, я не сомневаюсь в том, что семья ООН сумеет гарантировать новое качество сотрудничества, которое позволит нам дать ответ на современные глобальные региональные вызовы. Руководствуясь этой целью, Армения участвует в ряде операций по поддержанию мира ООН. Кроме того, мы готовы расширить наш вклад в Ливане, Мали, в Юнифил и Минусму, соответственно. Армения не имеет выхода к морю. Мы расположены в непростом регионе. Наша страна располагает скудными природными ресурсами. Но мы на постоянной основе заявляем о том, что для нас самый главный и ценный ресурс – это человек. И я думаю, это справедливое утверждение не только для Армении, но и для всей семьи ООН. Мы должны уделять приоритетное внимание человеку. Мы должны стремиться к миру и достойной жизни для всех на устойчивой планете. Благодарю за внимание. От имени Генеральной Ассамблеи я хочу поблагодарить президента Республики Армения за его заявление. Я прошу делегатов оставаться на своих местах, пока мы поприветствуем главу государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова